Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать довольно-таки простую мушку, но не такую, которую вы видите. Заманчиво бывает на рыбалке поймать уклеечку, густеру, да даже эту верховку. Для чего-то Всевышний их создал. Поэтому вот такой величины нам крючки очень удобны, но он очень, по сравнению с вот такой мушкой, большой. Поэтому я хотел бы предложить вашему вниманию изготовить довольно-таки простой эмеджер, который позволит вам ловить и уклейку, и густеру, и плотву, любую мелкую рыбку, которую вы сами пожелаете. Для этого нам понадобится немножечко потрудиться и найти крючок, соответствующий. Он имеет форму граб-шримп, величина его 22 номер. Предупреждаю сразу, для тех, кто в недостаточной степени владеет техникой изготовления мушек, лучше, конечно, на таких мелких крючках не практиковаться, так как необходимо еще дополнительно иметь ряд материалов, которые обеспечат хотя бы какой-то вид нашей мушки. На крючках 18 номера можно спокойно изготавливать. Нам понадобится нить. Нить достаточно тонкая. Та, которая, допустим, в продаже не потому, что она плохая, а потому, что она мне не подходит. Некоторые для вязания на таких очень маленьких крючках используют нить, которую распускают из колгот. Я уже выложил в интернете, он есть, фильм на моем канале, как изготовить самому нить любой толщины. Как вы видите, вот у меня нить. Это еще недостаточно тонкая. Здесь 5-6 прядей, которая позволяет мне спокойно работать с такими крючками. Она ровнится и довольно-таки хорошо, удобно с ней работать. Немножечко совсем, капельку клея добавим на цевьё. И закрепим нашу нить. В процессе вязания я вам расскажу, какие нам необходимы будут материалы. Промотаем с вами хотя бы немножечко, чтобы закрепить нашу нить. для того, чтобы здесь не наматывать бесконечное множество материала. Мы с вами возьмем, как я обычно уже вам показывал, есть вот такие вот отходы пера, которые остаются при вязании мушек, если используется мечевидное перо. я отрежу самый тоненький вот такой вот волосочек, который я могу могу отрезать. Если у вас нет, можно тело изготовить люрексом. Это уже не совсем принципиально, как я уже говорил. Прихватываем наше перо и проматываем почти до начала загиба. Аккуратно, так, чтобы мы не нарушали величину нашего тела. Стараемся почти виточек к виточку, насколько позволяет наша ровница. возвращаемся к району нашей грудки. Сделаем теперь здесь узелочек. Хотите накидной, хотите узловязом, как кому будет удобно. Закрепили. Для того, чтобы более качественно наш материал держался, на крючке и рыбка его не так быстро скушала, я возьму, добавлю капельку лака, который мы используем для завершения вязания наших мушек. Совсем-совсем немножко. Если как-то вы переборщили, можно вот так немножко бумажкой подровнять. Ставим крючок в удобное положение для себя. и выполняем обмоточку. Доходим до нашей грудки, где мы будем формировать. И здесь закрепим окончательно наше перо. Парочки оборотов будет вполне достаточно. Оно достаточно уже прихватилось. Чем легче наша будет мушка, тем это будет лучше. Убрали остатки. Для изготовления самой мушки многие используют всевозможные допустим мех оленя, еще какой-либо полипропилен. Я как вам уже показывал использую мех козы для создания нашего первого крыла, на котором будет уже у нас находиться основное крыло из пера CDC. Я обычно всегда использую, если есть возможность, мех козы. Так как мех обладает теми же свойствами, что и мех оленя, но по сравнению с мехом оленя, он тоньше и достаточно эластичней. Не ломается. Рыба не сразу распознает у нас подвох. Если у вас его нет, можно даже не использовать. Мушку изготовить из тех материалов, которые мы в дальнейшем будем. То есть одно перо можно только лишь использовать CDC. Подровняли. берем нашу щепоточку меха и смотрим какая должна быть у нас длина крыла. Как вы видите, насколько вернее вы можете видеть, нам необходимо изготовить так, чтобы край нашего меха доходил до загиба. Перехватываем и притяжной петлей не сильно затягивая закрепим наш мех. Подровняем. Есть возможность еще нам его подправить, если что-то у нас не так. Как вы видите, длины нам вполне достаточно. Можно даже несколько его сделать покороче. Вот теперь мы с вами для того, чтобы не наматывать много материала. Берем, отрезаем весь наш оставшийся мех. Учитывая то, что мех козы, как и мех оленя, достаточно у нас скользкий материал, совсем-совсем немножечко маленькую капельку добавим клея на место крепления. Добавили. Переходим теперь ко второму этапу. Это будем крепить теперь с вами перышко CDC. Закрепим хорошо вот так широкими виточками возвращаемся обратно к месту крепления. учитывая то, что у нас недостаточно здесь будет симпатичная наша грудь. Попробую немножко еще поближе. Вот так. Недостаточно будет симпатичная грудь. Нам понадобится не совсем такой дабинг, который есть почти у каждого. Это дабинг CDC. Вот такой дабинг. Если у вас его нет, но у вас есть само перышко CDC, можно изготовить этот дабинг, используя это перо. Парочку можно взять бородочек и намотать нагрузку. Значит, есть одна особенность наматывания этого дабинга. Желательно использовать, но так как у вас нет, я буду показывать, как это можно сделать, а как надо, я буду рассказывать. Желательно использовать флотант, который позволяет плавать нашей мушке. Слегка намочив пальцы, мы должны с вами закрепить после этого наш дабинг. Но учитывая то, что у нас под руками этого нет, мы с вами берем наше перышко CDC, слегка промазали клеем, и теперь следим за тем, чтобы мы сильно не переборщили с нашим дабингом. Промотаем, посмотрели, вот нас приблизительно такое количество дабинга устраивает. Остальное уберем вниз по нитке, не выбрасываем, не отрезаем. Я подготовил парочку перышек вот таких CDC. Если у вас будет позволять длина перышек не так, как, допустим, вот я выбрал, а есть разные вот такие широкие, большие, тогда необходимо вырезать центральное перышко и у нас у хвостика самого и у нас выйдет с вами вот такая ровная кисточка. Если не получается, можно потом в дальнейшем общипать. Наше крылышко должно быть несколько больше, но не настолько больше, чтобы у нас с вами закрывало сильно загиб. Поэтому мы вымеряем сейчас еще раз досконально наше крыло. Вот оно должно быть приблизительно, если вам видно, вот так по краю хвостика, чуть-чуть доходя за тот подкрылок, который мы изготовили. Также берем притяжной петлей, прихватываем, пару-тройку оборотов больше не надо. Подтянули перышко, посмотрели, немножечко подтянем его вперед еще, вот так. Так нам будет вполне достаточно. И теперь на месте крепления, удерживая перо, сделаем 2-3 оборота. Оставшееся перо CDC отрезаем. И не выбрасываем, оно нам всегда пригодится. У нас на нити вот так остался даббинг. Мы теперь еще немножечко промажем нашу нить. Клеем подведем наш даббинг и сделаем даббинговую веревочку, ниточку из пера CDC. Количество его выберите для себя сами, потому что все зависит от величины крючка, от даббинга, который у вас имеется. Но грудочка должна быть достаточно объемная и достаточно пышная, учитывая то, что она нам дает плавучесть. Как вы видите, нам немножечко недостаточно, поэтому мы возьмем с вами вот остаток, покажу вам остаток вот этого пера, с которого мы изготавливали крылышко. Я отрезаю для того, чтобы вот эти комлевые части, которые при отрывании у нас не оставались. креплю на нить. Как вы видите, точно так же можно изготавливать и весь оставшийся даббин. Вот, теперь нам вполне достаточно. Учитывая то, что я уже говорил неоднократно, перо CDC не любит ни клея, ни лака. Мы здесь сформируем с вами небольшую вот такую вот головочку, которая практически незаметна. Нанесем на нить клей. Клей я покажу, потому что у меня уже спрашивали. Вот я использую вот такой клей. Это не реклама. Гелевый клей, который очень быстро позволяет и качественно работать с нашими мушками. Он имеет разную степень прозрачности. Вы подберете для себя сами. Тот, который у вас имеется в вашем регионе. Выполнили пару-тройку оборотов и здесь же делаем завершающий узел. вот и все. Как вы смогли заметить довольно-таки быстро и достаточно удобно мы с вами изготовили мушку. Вот эти перышки, которые мы только что намотали, если вам по каким-либо причинам они мешают, можно вот так общипать. Довольно-таки хорошая уловистая приманочка по любой мелочи, которую вы захотите вылавливать. Если вдоль камыша когда кормится карп, походить можно спокойненько выманить карп. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!